Музыка Хайрлифте, с добрым утром, уважаемые янаульцы. Как всегда, по средам и пятницам в это время вас приветствует муниципальное телевидение города Янаула. Сегодня 1 марта, среда. Уважаемые телезрители, сегодня мы представляем вашему вниманию беседу с четвертым кандидатом в Палату представителей Государственного собрания Республики Башкортостан Назиром Загитовичем Зиазовым. Послушайте, пожалуйста, его биографию. Зиазов Назир Загитович родился в 1946 году в деревне Старый Кудаш Янаульского района в крестьянской семье. По национальности татарин, образование высшее, окончил Башкирский сельскохозяйственный институт и Уральский социально-политический институт. Трудовую жизнь начал в 15 лет помощником комбайнера. Служил в рядах Советской армии. После демобилизации работал старшим инженером районного объединения сельхозтехника, начальником отдела, главным инженером УТТ объединения Башнефть. За 10 лет работы здесь в полной мере сформировались его инженерные и организаторские качества. С 1981 по 1991 годы Назир Зиазов работает в системе Агропрома Янаульского района в должностях управляющего районного объединения сельхозтехника, председателя Совета РАПО. В эти годы велось большое капитальное строительство, что привело к значительному обновлению основных фондов колхозов и совхозов, предприятий по переработке сельхозпродукции, качественному изменению социальной инфраструктуры села. Избранный в январе 1991 года председателем городского совета народных депутатов и назначенный в марте 1992 года главой администрации Назир Зиазов направил усилия возглавляемого им аппарата на организацию эффективного государственного управления и самоуправления. В ее основе отказ от голого администрирования, разумное соединение экономических интересов предприятий в целях территориального развития. В качестве депутата Верховного совета Республики Вашхорстан Назир Зиазов активно участвовал в разработке законодательно-правовой базы государственного суверенитета Республики и местного самоуправления. Являлся членом комиссии по агропромышленному комплексу. Основательная подготовка, широкий кругозор, систематическая работа над собой, опора на науку позволяют Назир Зиазову видеть проблемы местного уровня и в их связи с республиканскими и общефедеральными направлениями политического и социально-экономического развития. Женат, имея двоих детей. Назир Загитович, первый вопрос к вам. Что вы считаете важным в депутатской деятельности? Доброе утро, уважаемые товарищи. Действительно, вот уже пятый год я являюсь депутатом Верховного совета нашей республики 12-го созова. Безусловно, за эти годы многому я научился, узнал и отчетливо во всяком случае представляю, что такое депутатская деятельность. Я хочу сказать, прежде всего, это огромная ответственность перед своими избирателями, ответственность перед своими коллективами, хозяйствами района, перед обществом в целом и за благосостояние, за стабильность района. Поэтому, тем более, выдвигаясь на палату представителей нашего государственного собрания республики Башхатистан, я хочу поблагодарить всех избирателей нашего района, которые поддержали при выдвижении моей кандидатуры на депутатский мандат. Выражаю им огромную благодарность. И заодно хочу довести до сведения своих избирателей, предвыборная платформа прошлого созова из моей программы в основном полностью выполнена. И вообще я уважаю людей, сам ценю эти качества, добросовестных людей труда, молодежь, ветеранов, людей среднего поколения. И всегда старался быть последовательным, до конца довести начатые дела в нашем Яновойском районе. Вот так примерно я бы ответил на Ваши поставленные вопросы. Спасибо. Вот вопросы социальной защиты всегда решались непросто, но в последнее время это стало, наверное, одним из самых больных мест. Однако наша администрация, администрация города и района, не сворачивают эту программу по социальной защите. Вот как Вам это удается? Расскажите, пожалуйста. Уважаемые товарищи, на самом деле мы с Вами вместе переживаем политический и социально-экономический кризис в нашем обществе. Отсюда вытекают очень сложные проблемы. В основном по защите малообеспеченных людей, по защите ветеранов войны и труда. Одним словом, вопрос социальной защиты населения в моей предвыборной программе занимает, безусловно, большое место. Это так и должно быть, потому что экономика, в целом бюджет нашего района имеет социальную направленность. Достаточно вот сказать, в нашем районе проживают более 15 тысяч человек пенсионеров. Более 500 семей у нас имеется малоимущих, которые имеют ниже прожиточного минимума пенсии и выплата. Исходя из вот этих объективных ситуаций, я считаю, в администрации взято такое направление оказать максимум внимания в решении социальных вопросов именно этой категории населения. Вот за прошлый год, только я хочу довести до сведений наших избирателей, по всем пенсиям, выплатам всего оплачено этой категории населения более 12 миллиардов рублей средств. Из них около 9 миллиардов мы сами смогли собирать от предприятий, организаций города и районов в целом. Остальные недостающую часть пополнили из республиканского фонда. Одним из важных моментов в этой работе, я считаю, это прежде всего своевременные выплаты пособий и пенсии вот этим категории людей. Кстати, хочу сказать, основных больших отклонений в этом вопросе мы не допустили. И вы, наверное, сами считаете это правильным. Далее, вот дополнительно республиканским, российским льготам, ветеранам, участникам, малоимущим, мы ежегодно, вот уже третий год подряд принимаем свое постановление по району. Ну, согласно этого постановления, вот кому перевалило, кому старше за 70 лет этой категории мы оплачиваем 50% льгот по жилищно-коммунальным услугам. Кому старше 80, 100% льготы устанавливаем. Вот по этой категории людей, вот по итогам прошлого года мы оплачивали из бюджета более 70 миллионов рублей. А вот за январь-февраль этого года эта сумма будет примерно 40 миллионов. Далее, вот я сказал ведь уже, 500 семей, более 500 семей у нас, ну, относятся к категории малоимущих. Вот этой категории населения нашего района, правда это из республиканского бюджета, но тем не менее она прошла через наш райфинотдел, оплачено 140 миллионов рублей дополнительных компенсаций. Безусловно, этого явно недостаточно для этой категории населения, особенно для пожилых пенсионеров. В этом направлении мы всегда принимаем новые подходы, решения. Вот в частности, вот строится у нас дом престарелых, интернат на 110 мест. К сожалению, вот в районе всего имеется 386 человек, совсем одиноких, престарелых, за теми требуется постоянный уход и внимание за ними. 260 человек из этой категории, хотя обслуживаются нашими девушками из отдела социального обеспечения. А вот остальное сейчас, мы будем в этом году обязательно вводить вот этот дом, интернат для престарелых. Туда будем строить совсем уж кому безвыходное положение. В прошлом году вот 13 человек мы устроили в такие дома, интернаты для престарелых. Это Мефтикамский, это Бирский, это Туймазах. Хотелось бы многое делать в этом отношении, возможности ограничиться, но тем не менее, как бы ни было, мы в своей повседневной деятельности в администрации эти вопросы будем держать обязательно. Одним из важных направлений деятельности нашего района в целом. Назир Загитович, вот жилищная проблема также одна из острейших. Расскажите, пожалуйста, вот о перспективах жилищного строительства и как решается эта проблема жилищная у нас. На самом деле, жилищная проблема всегда остается одним из острейших. В том числе и для нашего района города она является жизненно важным, потому что без жилья, без крыши трудно жить каждому, я это прекрасно понимаю. Но тем не менее, вот последние годы общий объем вводимого жилья по району составляет порядка 26 тысяч квадратных метров, это средние показатели за пятилетку. А в прошлом году мы достигли цифры 30 тысяч квадратных метров жилья. Но этого недостаточно. Но в этом году, вот мы, учитывая сложившиеся обстоятельства с финансами, дефицитом финансовых средств, и в прошлом году, и в этом году массовый размах берет жилищная строительство индивидуальным способом. То есть люди сами строят жилье для себя. В пределах возможного, вот мы оказываем льготную суду, выделяем. По итогам прошлого года порядка 350 миллионов льготных судов выделено нашим застройщикам. И в итоге вот 60% вводимого жилья у нас в районе введено за счет индивидуальных застройщиков. И в этом году, и в перспективе мы не намерены ни в коем случае снизить объемы капитального строительства. И в сельской местности, и в городе будем продолжать интенсивными методами строительства жилья для населения нашего города и в целом для Янаульского района. Мы будем всячески поддержать предприятия, застройщиков. Окажем посильную финансовую помощь всем предприятиям, и в том числе отдельным гражданам нашего района. И наш традиционный вопрос, Максим Загитович. Расскажите, пожалуйста, о вашей предвыборной платформе. Ну, моя предвыборная программа, она исходит из сложившейся ситуации в целом по Российской Федерации, Республике Башкорстан, особенностей для нашего Янаульского района. Ничего невыполнимого в своей программе я не выдумывал. Они все обоснованные. Они исходят из реалий сегодняшней жизни. Они учитывают все прогнозные показатели развития города и района в перспективе на 2-3 года вперед. Поэтому при наличии определенной политической воли, я считаю, мы этим обладаем, в том числе и я, при наличии огромного желания населения нашей республики, нашего района, вернее, извиняюсь, нашего района, я считаю, все те программные задачи, которые обобщены в моей предвыборной платформе, вот этого созыва, они вполне реальные и вполне выполнимые. Поэтому в ближайшие 4 года предстоит очень напряженная работа по выполнению этой программы. Ну, условно, если можно назвать, моя программа как бы состоит из 7 разделов. Вы, наверное, многие познакомились с моей предвыборной программой. Ну, хотелось бы вкратце что сказать. Чтобы мы все нормально, хорошо жили, надо обеспечить хорошую экономику в целом города и района. А экономика складывается в сфере материального производства. Поэтому основными факторами, составляющими экономику нашего района, я считаю, это прежде всего агропромышленный комплекс, потому что от стабильности и нормального развития агропромышленного комплекса в целом, я сюда включаю и перерабатывающие предприятия, обслуживающие предприятия, будет зависеть благополучие наших жителей, нашего населения в целом района. И вторым очень важным моментом, составляющим экономикой нашего района, я хотел бы отметить, вернее, отрасль нефтедобычи. Потому что наши нефтяники добывают в пределах 2 миллионов 790 тысяч тонн нефти. Из них 44% приходится на долю нашего Янаульского района. В пределах отпущенных определенных правительством нашей республики нормативных отчислений, доходная часть бюджета от нефтяников пополняется в среднем 70% ежегодно. Поэтому от того, как они будут работать в дальнейшем стабильно, будет зависеть выполнение доходной части и целом района. Поэтому основополагающий момент развития нашей экономики района, я считаю, вот два китаа, сельское хозяйство и нефтедомоща. Безусловно, на основе этого мы должны развивать все сферы деятельности экономики нашего района. Это народное образование, это здравоохранение, это культура, социальная защита. Все это исходит из этого общего пирога, который может складываться. На сегодня, конечно, мы переживаем острый момент развития. Нерешенных проблем много еще. И в дорожном строительстве, и в благоустройстве, во всех сферах деятельности. Но, тем не менее, уважаемые товарищи, всегда надо иметь волю, желание, определенный оптимизм, мы должны, не надо поддаваться уныне, отчаянии. Всегда, всегда за темной ночью наступит доброе утро, светлый день. Поэтому я желаю всем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, счастья, успехов. И призываю всех принять активное участие в день выборов. Спасибо за внимание. 20 февраля в районном дворце культуры состоялось собрание уполномоченных районного потребительского общества, где с отчетным докладом об итогах работы предприятий кооперативной торговли Объединение общественного питания выступил председатель управления РАИПО Роберт Сулейманович Зайдулин. Отчет о работе ревизионной комиссии сделал член комиссии Сидикова. На собрание уполномоченных были приглашены представители колхозов, сельских советов, директора совхозов, руководители районных предприятий, организаций, учреждений. В обсуждении отчетных докладов приняли участие директор Зайцевского торгового предприятия Шаймуратова, директор Объединения общественного питания Маликова, директор Ямодинского торгового предприятия Алиддинова, директор Межрайонной торговой базы Хайдаров, начальник отдела кадров РАИПО Акинфеева, старший оргинструктор РАИПО Нигмадзянова, председатель Таташлинского райпотребсоюза Байборин, заместитель главы администрации города и района РАИПО А. РАИПО А. В работе собрания уполномоченных принял участие и выступил главный бухгалтер управления заготовок БАШПО Требсоюза Янышев. За активное содействие и конкретную помощь в укреплении материальной базы районной кооперативной торговли руководителям ряда хозяйств вручены денежные премии. РАИПО А. В минувший четверг, 23 февраля, в Доме техники нефтяников состоялось торжественное забрание, посвященное Дню Защитников Отечества. С докладом выступил военный комиссар района Талгат Шламович Талатов. В своем выступлении Талгат Шламович сказал, «Сегодня праздник тех, кто сберег и бережет нашу Родину, День Защитников Отечества. В этот день у нас принято поздравлять всех мужчин, от юношеского до почтенного возраста, от допризывника до ветерана, отдавшего армии всю жизнь. В этом, думается, выражена одна из глубинных традиций нашего народа – видеть в каждом мужчине, прежде всего, воина, защитника своей земли. Сегодня мы отдаем дань равного уважения и всенародного прославления героям и миллионам простых, но великих в своей скромности солдат. Затем состоялся праздничный концерт. Очень тепло был встречен присутствующими хор ветеранов войны и труда. Очень тепло был воспринят зрителями. ПЕСНЯ Самоотверженность, честь, порядочность, самодисциплина, верность своему профессиональному долгу, высокий смысл которого в служении людям – вот традиции российской армии. И многие военнослужащие остаются верны им всегда, при любой власти, при любом строе. Достойно несут воинскую службу в разных частях вооруженных сил Российской Федерации наши земляки и генерал Фахреддинов. Офицеры-братья Ахмадуллины, Ахьяров, Исламов, Лопатин, Шайнуров и многие другие. Курсанты военных училищ, будущие офицеры-братья Садриевы, Галиуллин, Закирьянов, Шекирьянов, Харасов и другие. В неимоверно трудных условиях выполняют правительственную задачу по разрушению и ликвидации бандитских формирований в Чеченской Республике. Десантники Ахтямов, морской пехотинец Муханов, а также Баранов, Закиров, Бадридинов, Мерзляков, Сафин и другие. Сегодня, сказал 23 февраля, это праздник людей, которые проходят службу в вооруженных силах Российской Федерации, ветеранов армии и флота, всех, кто служил и ждал со службы своих родных и близких. Недалеко то время, когда единые, добившиеся процветания народа России скажут своей армии слова благодарности за выдержку, здравый смысл, любовь к Отечеству и верную службу. Для зрителей недавно наша съемочная группа побывала на улице города и провела экспресс-опрос с местным населением. Нашим респондентам были заданы следующие вопросы. Кто он, кем работает, за кого будет голосовать 5 марта и за какие качества кандидатов. Я, Фатислав Салават, работаю на Яновольском кирпичном заводе с адчиком. Я думаю, что жители района Яновольского проголосуют за первую кандидатуру. Это не будем обсуждать, это будет Зиазов, мэр города, потому что он доказал своими делами и жизнью в районе, что у нас город просветает, и мы живем уже в городе, а не в поселке. Пензин Юрий Гаврилович, 70% мы бюджета по поселку имеем от нефтяников. Они доказали своей силой, что они могут, они построили на свои деньги дом техники нефтяников, и что было главное для района, построили медсанчасть. Я, дед Фатислав Салават, работаю к искусству дорожников. Я проголосую за пенсионы и за Зиазову. Я, дед Фатислав Салават, работаю к искусству дорожников. Я, дед Фатислав Салават, работаю к искусству дорожники 어느 уровня, вы к искусству дорогов. Я, дед Фатислав, работаю к искусству, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он болеет за район души, он старается вопросы района решить, и чтобы нам здесь жилось лучше и легче было решать производственные вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Мужик, все, вот город видите как подняло, чистота, все, порядок, и дома как и поднимается. Молодец, мужик. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, послушайте, пожалуйста, объявление. 4 марта на центральной площади состоится предпраздничная расширенная ярмарка по продаже продовольственных промышленных товаров с участием колхозов и совхозов района предприятия перерабатывающей промышленности. Начало в 10 часов. Добро пожаловать. Уважаемые телезрители, следующая наша передача выйдет в эфир 10 марта в 12 часов 15 минут. Обратите внимание, следующая наша передача выходит в эфир 10 марта в 12 часов 15 минут.